С чего начнем наш урок познавательный Это Дмитрий, весит он больше 100 кг То есть там удары реальные, то есть если он меня поводнет, то сразу у меня здесь конец Поэтому, Дима, бей не слишком быстро, если бы это все не закончилось сразу Так, значит, показываю Из тех серий, которые нужно применять, вот против такого человека Дмитрий, кстати, является практически специалистом по рукопашному, армейскому, рукопашному бою Я лично сам тренировал фокс в течение некоторого времени Вот, из-за чего он, в принципе, не победал Вот, даже был у него на бой чемпионом России По рукопашке, но не клади во время, чтобы все это закончилось в его пользу Значит, с чего начнем Так, нестандартный подход в боксе То есть бокс это, как правило, там, в принципе, какая-то однообразная техника В основном, я имею в виду классический бокс И все боксеры, они имеют какой-то свой личный стиль на другую бражду вырабатывать То есть, каждый имеет свое поведение на риме То есть, поведение, рассматриваем поведение классического боксера Ну, давай, встань, как обычно там, все это у нас происходило Вот он, классический боксер, что можно с ним сделать? То есть, какие места? Ну, он действует, кто там просто может Не надо сильно закрываться Вот, и вот я иду И вот он бьет на Бьешь, например, раз, вот он ударит Опять прямой, раз, он ударит То есть, это, в принципе, сам начальный вариант То есть, все это рассказывается Для тех, кто, в принципе, только постигает отзыв, так сказать Ну, сейчас нормально бить, но посильнее То есть, раз, уже прошел езды То есть, это его левый удар Понятно, можно сказать, что да Он так не будет стоять и не будет так бить То же самое можно, в принципе, и сделать под фразу Делаешь правую, так бьешь О, он нормально, бьешь Вот это все Нормально бить У меня утил сразу Вот это все Вот он боксер, на этом кончится боксер Если вы борец С помощью такой смешной штуки Вы можете легко пойти в его корпус Его свалить, поймать, сломать Вот, это что касается Простого, вот этого вот удара Теперь бьешь, Тима, двоечку То есть, он понятия не имеет, что я буду делать Как обычно это получается То есть, если договорились, да Можно думать, хрен знает То есть, договорились, подсказали Я сам не знаю, что я буду делать То есть, я вот просто иду И смотрю, так же бить Ой, надо и все Вот я и сделал Что с ним произошло? Он прошел ближе к меня То есть, он остался, в принципе, практически спиной ко мне То есть, вот так, я могу просто вот так сделать Еще раз сделать То же самое можно И просто опустить за мной На улице мы практически разошлись Теперь сделаю там Удар ногой Так, потихоньку Старый, черный человек Чем это все заканчивается? Вот, посмотрите на его нож То есть, он садил бы сейчас мне Нормально, если бы попал В мои не готовые Дай мои ноги Я говорю, минимум Буду так легко сидеть Так как я стал Вот-то под этими углами Он еще и во мне запутался То есть, тормозиться Показываю медленно Потихоньку, на мелких скоростях Так, да Вот я подхожу Вот он меня сбивает Вот я сажу Вот сюда У кого-то есть Если на какие-то непонятки То есть, вот это все гасится в начале удара Удар идет на выпуски Или вот это Или колено Скорее всего, он будет встречать меня Встречать стопой То есть, вот стопа идет Вот я ему торможу пленок А не в его стопе Как некоторые задают вопросы Да, если будет нормальный кипоксер Типа Он ударит Откуда кипоксер знает Что я себе представляю вообще То есть, это все Донименно только на улице В ринде все все по-другому То есть, какие-то там правила Опять же, вот это все мягкое И это не в угле То есть, это далеко от реальности То есть, вы на самом деле Как вы можете рассказывать Что рифки делали то или это Когда вы выйдете на улицу И увидите все вот это довод И вы будете, скорее всего Держаться подальше То есть, держать какую-то дистанцию И вообще Стоит не начинать Если непонятно вообще человеку То есть, я вам рассказываю Фактически, варианты Которые можно применять В той или иной степени То есть, которые именно Можно применять Если вы понятия не имеете Кто перед вами То есть, понятия не имеете Кто перед вами То есть, вот он человек Посторонний Типа Я не знаю, чем он владеет Что он будет делать Вот Почему я откажу На такое расстояние Потому что на улице Скорее всего Никто вот так вот не подходит Не становится в стойку И начинает Как идиот там Боксировать Прикалываться там Рэмбол Или Брюс Лим Все начинают бить Это нормально Поэтому все удары Которые бьются Они бьются один раз И наверняка Каждый хочет свалить Опять же Это не касается профессионалов Которые занимаются Около 10 лет Которые попитают И на команде Таких людей В частности в Москве Вообще единицы Которые Фактически могут что-то делать Их мало Настоящих профессионалов И вряд ли вам попадется Скорее всего Какой-нибудь беспредельщик Или еще кто-то На уровне Каких-нибудь Двух лет Тренировок Больше не Ну попадется профессионал И сразу Объясняю Да То есть Еще раз Удар ногу я вам показал Следующее Вот сейчас он бьет меня Справа не будет Сильно не пей Вот я иду И вот он бьет меня На-да-да Вот я бы упал Сразу То есть Опять же Это дистанция Вытяни ногу Вот отсюда Ты меня достаешь Правильно? Правильно То есть отсюда Вы можете меня включать Скорее всего Приятно Ты меня подпустишь На вот такое Расстояние Где я могу Разом Ударить То есть Ты будешь меня Устыгивать С расстояния Оттуда я Не могу Дотянуть То есть Я подхожу еще раз И вот она Вот она Зона С которой он может По мне ударить Я к ней подошел Так вот Не зная того Что он будет делать Я просто пытаюсь Себя обезопасить Сейчас я Можно сделать Тот вариант Который предыдущий Присел Встал Ударить Можно выйти Просто в сторону Его правой ноги За его ногу Не за левую Потому что левая Если я улыбну сюда Она все равно не попадет А этот Скорее всего Где-то зацепится Или мимо пойдет То есть То же самое дело Что Вот он Он меня бьет Это я сейчас знал С одной Битой Поэтому я ее остановил Если бы я не знал Давай Бери так Вот он Ударит Зачем Я могу сделать Сейчас Левую ногу Вот он Я пошел И какая разница Мне чем он Ударит Я оказался За его спиной Вот второй вариант В эту сторону Я могу уйти То есть Я просто Фактически Ухожу От боя Мне не надо с ним Встречаться Чтобы получить На встречу Опять же Объясняю Что если вы Непрофессионал Если вы не владеете Никакими фантастическими знаниями И опытом В плане борьбы Рукопашного боя И того остального То есть Это именно Практическое время По технике Ударов руками То есть Опять же Необязательно Подбокс Можно человека взять И за 3-4 месяца Подготовить Так что Он будет Просто Неудобен Для всех То есть Он будет Неудобен Для боксеров Он будет Неудобен Для боксеров Опять же Объясняется Если Хороший боксер Не боксер Борец Он найдет Если Вы не являетесь Профессионалом На Закончике Вот То есть Тренировка Сейчас Гулять Еще раз Вот я пошел Ухожу Вот в эту сторону Машешь Машешь тоже Любую удар То ли на бой То ли рукой То ли рукой Я вот Дошел Вот я ушел Раз Ушел Сейчас вы знаете Ухожу В эту сторону Он бьет Примерно В то место Где была Моя голова Сейчас я показываю Медленно Так что Отличу Сейчас я покажу Вот я провалился Вот это Желательно сделать Резкость Желательно Топнуть На пол Ногой Или ногами Чтобы все это влияло Во-первых на зрительный анализатор Каждое резкое слышение Человек как-то реагирует Вот Второе Это влияет На слуховое восприятие То есть хлопок Все равно На какие-то там Поле секунды Человек отвлекает То есть Непонятно куда он делся Чем вы раньше Как ясняю Раньше В последний момент Сможете это сделать Не обязательно Вы сможете Вот он вы Вот он да Вот если вы Сможете это сделать Чем ближе к нему Тем лучше Чем больше у вас Шансов То вы его сразу сували Если вы этого не сможете сделать Можете пройти мимо Попытаться еще раз То есть У вас все время Есть Прямая линия Вот Вот прямая линия Я не иду